Правда ли то, что в Нигерии не проставляют отметку о браке в паспорте? Действительно ли там есть многоженство и нужно ли ехать иностранцу на родину, чтобы оформить документы для заключения брака здесь, в Беларуси? Не буду долго затягивать и погнали. Сегодня у нас очень интересная тема, которой интересовались также много людей. Итак, следует начать с того, что я буду рассказывать о нашем опыте, о том, как это было у нас. Мы женились с моим мужем почти два года назад, и я буду рассказывать о том, как это происходило в нашем случае. И отвечая на первый вопрос, нужно ли ехать иностранцу в его страну для оформления всех необходимых документов, либо же можно это сделать дистанционно, ответ, можно это сделать даже туда не ехав. Потому что принц, мой муж, он не был на своей родине, не был в Нигерии примерно уже 4 года, и все документы, которые были необходимы для заключения брака здесь, помогало ему делать его мама в Нигерии. То есть он был здесь, и его мама занималась всем этим процессом. Конечно, он мог поехать туда, но это было как-то, может, бессмысленно, туда-сюда мотаться, если можно было попросить родственников. Конечно, если они не против, да? Поэтому ответ нет, не обязательно. Это касается, опять же говорю, Нигерии, как в других странах, я не знаю, но я думаю, что у всех примерно такой же порядок, примерно такой же принцип. Следующий момент. Какие документы нужны для заключения брака с иностранцем здесь? Я говорю про Беларусь. Помимо основных документов, таких как заявление, квитанция об уплаченной госпошлине, паспорта, удостоверение беженца, если вдруг он беженец, например, эти все нюансы уточняйте, пожалуйста, в ЗАГСе. Так вот, помимо этих документов, есть еще один документ, без которого вообще невозможен никак брак с иностранцем здесь, в нашей стране. В силу того, что гуляют очень много истории о том, что нигериец, допустим, хочет жениться на белорусской девушке, у него там еще есть 2, 3, 4 жены. В силу этого, ну, я думаю, что здесь не только в этом причина, просто ради подтверждения, требуют справку, наши ЗАГСы требуют справку об отсутствии у него на родине еще какой-либо жены, двух жен, трех жен и так далее. Что у него нету никого, потому что у нас, как вы знаете, такие браки запрещены. Там это не то чтобы разрешено, но это имеет место быть. И стоит отметить то, что данная справка об отсутствии другой жены, да, по-моему, эта справка еще должна нести в себе информацию, что у него отсутствует судимость. Вот, я уже вспоминаю по памяти, вы все можете уточнить в вашем ЗАГСе. Так вот, данная справка, ее срок 6 месяцев, то есть вы должны ее сделать и в течение 6 месяцев максимально быстро отправить ее из Нигерии сюда. Сейчас, конечно, это будет труднее сделать после определенных, да, изменений в нашем мире, в котором мы живем. Но раньше это было возможно. Сейчас даже мы отправляли посылку из Нигерии, мы не могли отправить ее прямо в Беларусь. Мы ее отправляли сейчас в Польшу. Она сейчас находится в Польше, мы ее ждем, все не можем никак получить. Вот, очень долгий процесс. Вот, сейчас прямо, насколько я знаю, они не отправляют в Беларусь, в Россию и так далее. Но, может быть, в скором времени что-то изменится. Вот, поэтому приходится через другие страны как-то это все отправлять. Соответственно, паспорт вашего будущего мужа, иностранцу, он должен быть переведен нотариально, заверен на русский язык или белорусский, да, и это обязательно. У него должна быть еще регистрация здесь, это все вы тоже предоставляете в ЗАГС. Нюансы этой справки в том, что если на ней не будет хватать какой-то подписи, какой-то печати, да, то есть она должна быть заверена во всех просто инстанциях, которых она необходимо, которые ей необходимо пройти, да. Это уже делают все в Нигерии, там есть наше посольство, тоже она там должна быть заверена. И если не будет хватать, опять же, какой-то подписи, какой-то печати, ЗАГС может просто не принять, и все будет на смарку. Поэтому, что я рекомендую делать лично от себя, это каждый раз, когда вы приходите в ЗАГС, мы ходили несколько раз, мы ходили много раз, мы показывали им фотографию, и они смотрели, чего хватает, чего не хватает. И когда на нашей справке уже было все, что необходимо, мы ее уже уверенно отправляли. Вот, то есть не бойтесь приходить, задавать вопросы, потому что если вдруг чего-то не будет хватать, он просто не разрешает заключить здесь брак. Есть еще такой момент, но мы не столкнулись с этим моментом, сейчас объясню, почему. Если ваш будущий муж не знает русского и белорусского языка, то есть он говорит на своем языке, то тогда вам нужен будет переводчик. Но так как принц, мой муж, хорошо говорил на русском языке, он здесь окончил медуниверситет, и он хорошо говорит на русском. Так вот, если он не знает русского языка, то тогда используются услуги переводчика. Мы их не использовали. Теперь очень интересный момент. Когда мы поженились с моим мужем, моим большим удивлением было то, что в его паспорте не проставили отметку о том, что он жена. И работник ЗАГС, она об этом и сказала, то, что в его стране это не проставляется. Так вот, в его стране действительно не проставляется отметка о заключении брака. Это у них такая особенность. И когда я разговаривала с мужем, спрашивала у него, а как тогда понять, жена ты или нет? Он говорит о том, что просто у тебя есть свидетельства, и у них есть в компьютерных базах вся информация. То есть, например, если у него есть еще какая-то жена, допустим, в Нигерии, и он хочет жениться, например, на... Ну, давайте возьмем Нигерийку. Они приходят в... У них это не ЗАГС, называется по-другому, но они приходят туда, и... Насколько я поняла, насколько он ей объяснил, данная невеста, будущее, она узнает о том, что у него есть жена. То есть, у них это все как-то прописано, как-то у них это все есть. Это информация, и в принципе, это как бы не скроешь. Такие вот интересные моменты. В наших паспортах, конечно, проставляется это, но у меня новый вид паспорта, идентификационная карта, и на ней не видно тоже, на ней не видно, что я замужем, на ней не видно моей прописки, на ней ничего нет, кроме имени, фамилии, даты рождения, отчества, срока действия самой карточки, мои подписи, фотографии, в принципе, все. Идентификационный номер, вот и все. И в паспорте, который для границы, то есть такой биометрический паспорт, вы в курсе этого, там тоже это не проставляется. То есть, вот такие особенности. И у них это тоже не представляется. Получается, у вас есть свидетельство о заключении брака, и вы его везде показываете как доказательство, что у вас есть муж или жена. Вот и все. Никаких отметок в паспортах они не делают. Ну и сейчас у нас, походу, тоже, если все перейдут на биометрический паспорт, у нас тоже ничего такого не будет. Ну и последний вопрос, к которому мы подбираемся, который мне часто, не то, что задают, но так уверенно говорят, что, блин, а ты не боишься, что у него там есть еще одна жена? А ты не боишься, что потом у него будет еще одна жена? А ты не боишься, а ты не боишься? Так вот, что я скажу. Жизнь, вообще, в принципе, она не страховая компания. Это, кстати, моя фраза, и я действительно так считаю, жизнь это не страховая компания, никто тебе не дает стопроцентной гарантии, что твой супруг, супруга, они будут тебе верны на протяжении всей жизни, да, как бы даже, как бы ты не любил человека, как бы ты не был уверен в человеке, все равно может что-то произойти. Я никого сейчас плохо не настраиваю, да, просто нужно быть реальными, реалистичными, и если вы любите человека, если вы в нем уверены, то не стоит себя нагружать лишними мыслями, вот, это моя позиция, никогда ты ничего не застрахован, ты можешь пойти на улицу, там, не знаю, не дай бог, выпадешь в аварию, там, собьет машину и так далее, в общем, не дай бог, но, так же и с вашими вторыми половинками, да, сейчас напишут, сейчас напишут в комментариях, о, так она уже готова, что она ее бросит, ребят, пожалуйста, успокойтесь, и относитесь ко всему осознанию, реальнее, и если вы доверяете вашему человеку, ничего не надо бояться, понятно, что все может произойти, но к этому всегда можно быть готовым морально, и не быть в розовых очках, правильно? у моего мужа родители, у него, у его папы единственная жена, и он, также он против многоженства, он против того, чтобы иметь еще одну жену, например, вот, и я ему верю, и я ему верю, и кто-то может сказать, ты наивная, но нет, если вы любите человека, вне зависимости от того, какая-то религия, какая-то национальность, не важно, это нигиреец, русский, украинец, не важно, везде имеют место быть измены, везде имеют место быть обманы, поэтому, это не зависит от национальности, вот, я очень люблю об этом говорить, что не стоит всех под одну копирку нигирийцев, которые бросают жену, вылетают в свою страну, и так далее, не все такие, и хватит это нести в массы, потому что это неправда, есть очень много счастливых семей, и я знаю таких лично, они живут у нас в Гродно, также, и в Бресте, у меня есть отличные примеры, и в социальных сетях, в том числе, кого я знаю, в общем, таких примеров очень много, все зависит от человека, помните, и жизнь, она не страховая компания, будьте готовы ко всему, но и не переставайте верить в любовь и в чудеса, все, всех люблю, надеюсь, что я ответила на ваши вопросы, действительно, в Нигерии имеет место быть многоженство, но, зачем тогда слово доверие придумали, правда, доверяйте, ну, проверяйте, вот, и все будет хорошо, всех люблю, надеюсь, вам понравилось это видео, и всем пока-пока,